Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел бы вам рассказать о рабочем графике гипертима. Мы уже очень интересно так обсудили рабочий график эпилептоида, да, и, соответственно, теперь хотелось бы перейти на гипертима. И, в общем-то, что я о нем хотел рассказать? Ну, в первую очередь, конечно, нужно отметить, что график не структурный. То есть, в отличие от того, как это выглядит у, соответственно, эпилептоидов, у гипертима, все, соответственно, совсем по-другому, графика нет. И тогда возникает вопрос, как же взаимодействовать с окружающим миром гипертим, как он справляется с работой, да, с какой-то, ну, я не знаю, даже учебой и так далее. Дорогие друзья, дело в том, что он не, соответственно, может приспособиться к конкретному графику, потому что психика очень-очень быстро работает, и он переключается с одной мысли на другую, с одного объекта на другой объект. Поэтому он, соответственно, не может вот так вот взять и, ну, так скажем, соблюдать вот эти вот все полочки, да, все вот эти вот нюансы с восьми до восьми сидеть на работе и четко, структурно каждого человека вымерять и смотреть за тем, чтобы каждый пришел вовремя. В общем, вместо этого наш гипертим, соответственно, делает вот что. Он просто приспосабливается к тому положению вещей, что есть, то есть он просто, ну, к примеру, приведу пример жизни, соответственно, моего врача, коллеги. У него есть, как в поликлинике, поток людей, у него сживая очередь, ну, то есть у него там собственный бизнес целый, и, соответственно, он вот в таком ключе работает, и ему комфортно, и плюс еще он успевает вести там, он главврач, успевает вести дела клиники и находиться в потоке. Это, кстати, вот очень яркий пример, когда гипертим добивается все же успеха, ну, у него такая там эпилептоидная смесь немножко гипертима, поэтому он как-то держит себя так немного в узде, но, тем не менее, факт остается фактом. Человек достаточно подвижный, и, опять же, уходим от эпилептоидного гипертима к чистому, да. Чистая гипертима – это в первую очередь, почему говорят про тусовки, про какие-то там, да, вещи, ну, как сказать, такого характера, ну, типа, что ли, разгульной жизни. И всегда вспоминаются гипертимы, потому что, да, конечно, данный тип личности очень-очень склонен к, соответственно, максимальному общению. Он старается найти его, он может переключаться быстро между собеседниками. Поэтому нужно понимать, кто такой идеальный гипертим, какая для него идеальная работа. Конечно, это какой-нибудь тамада, да, который ходит по залу, пошутил там со всеми, поболтал, и так далее. Защитная реакция у психики, вот, кстати, я про это не снимал, может быть, мы как-нибудь поговорим. Если интересно, напишите мне об этом в комментариях. Вот на плохие новости, так скажем, у каждого психотипа есть как защитная реакция. Ну, там, допустим, эпилептоид – это злость. Ну, на какие-то вообще негативные события. То есть психика всегда обороняется, включается какой-то режим. И вот решила гипертима переключиться с этой проблемой на другую, уйти, убежать, как бы, ну, может, оно все, типа, само собой решится, на авось там все это пустить, и, соответственно, заняться чем-то другим. И да, иногда это срабатывает, иногда это не срабатывает. К сожалению, в большинстве своем гипертима не достигает какого-либо успеха. Как раз вот из-за этого свойства психики. То есть люди очень быстро переключаются на, соответственно, другие какие-то вещи, на другие занятия, когда у них что-то, ну, они даже не концентрируются на том, что не получилось. Им просто становится неинтересно, и как бы вот психика подвижная, она такая пум-пум-пум-пум, и все, и переключился человек на, соответственно, что-то другое. Что характерно для гипертимов? Ну, не постоянство, всегда хорошее настроение, потому что очень быстро выскальзывают, да, негативные моменты. Гипертим на них не концентрируется, если эпилептоид может думать годами, да, решение какого-то, допустим, жилищного вопроса. То есть гипертим в силу скорости психики даже не заметит, что он там живет, там, допустим, в квартире без ремонта, я не знаю, там, еще какой-то хрени. То есть ему может быть, в принципе, по барабану такие вещи. Он, в принципе, может завтра продать там свою квартиру, уехать жить за границу, еще что-то там, бизнес какой-то открыть. Они очень часто в эмоциональном таком, так скажем, порыве врубаются, делают такие необдуманные шаги. И потом, к сожалению, очень часто они все теряют. Ну, как раз-таки из-за этой необдуманности. Поэтому, дорогие друзья, с гипертимами бывает очень сложно жить. Очень сложно выдержать их ритм жизни, когда человек, соответственно, они очень, кстати, выносливы. Они не устают, так как, ну, большинство людей. Это очень энергичные люди. И хуже всего для эпилептоида, допустим, жизнь с гипертимом, да, эпилептоид должен сосредоточиться, вот, подготовить, да, площадку, допустим, для съемок, там, подготовить площадку, все убрать. Может быть, просто убрать какие-то лишние вещи, которые лежат не на своем месте, они мешают, как-то отвлекают. Ты думаешь про них, думаешь, что этот бокал здесь стоит грязный, да, еще что-то. И все должно быть вот так идеальненько, тогда можно спокойно сесть, под ногами провод не мешает, допустим, ничего не мешает, и снимать спокойно. Гипертим нет. Он может все раскидать, пойти и начать снимать на улице, в процессе, допустим, делать эти съемки, или совсем отменить съемки, перенести на другой день, заняться чем-то другим. В итоге ни одно не сделано, ни второе не сделано, ни третье не сделано. И у эпилептоидов всегда возникает вопрос тогда, зачем начинали. Ну, это, соответственно, в контрасте. Для гипертима он как бы, ну, начинает ради движухи, ради жизнедеятельности, как и шизоид. Как бы вся жизнь гипертима, ну, это все же развлечение. Это не достижение конкретно поставленных целей. Это нужно учитывать в первую очередь. И когда вы нанимаете такого сотрудника на работу, допустим, вот у меня были очень печальные опыты работы с гипертимами вообще, ну, когда я был свидетелем, когда их там нанимали на работу вообще в какое-либо заведение. В чем минус? Минус, друзья, минус огромный в том, что его нельзя замотивировать даже деньгами. Если он начал соскальзывать в другую какую-то тему, то все. Прощайтесь с вашим гипертимом. Он, соответственно, больше к вам не придет работать. Он пойдет работать еще куда-то или тусить еще куда-то. Поэтому, соответственно, как бы очень тяжело заставить его качественно. Он будет опаздывать, да, качественно работать. Он будет приходить не вовремя. Будет, возможно, беспорядок на рабочем месте. Он неответственно относится к, соответственно, своим должностным инструкциям. И если считает, что это никому не вредит, он может как бы не со зла, но подворовать, что-то забирать. Но забирает гипертим далеко не для себя и ворует не для себя. Ну, там у организации, конечно, какие-то копейки, как правило, кофе там какое-то, еще что-то, да, там бесплатно может угощать кофе. Вот он работает, допустим, официантом в каком-то ресторане, еще где-то. И он может, ну, как бы запросто угощать людей кофе бесплатно, своих друзей. А потом там это кофе, допустим, ну, там как-то там дозировку уменьшив, еще что-то, ну, как-то там раскидать. Да, все знают там эти истории, как эти кофейники экономят. Но суть в том, что вот такой человек, он будет этим заниматься очень активно. Можно простить такое воровство своему сотруднику, если, ну, блин, он там студент какой-нибудь эпилептой, да, к нему там пришла девушка, он ее хотел угостить, и вот он один раз так сделал. Это совершенно другое. Но надо понимать, что если мы то же самое прощаем гипертиму, то у гипертима это будет целая система. А друзей этих будут просто огромные толпы. Поэтому иногда очень важно, да, и во взаимоотношениях, и там с близкими родственниками, и со своей девушкой, женой, мужем, понимать, кому вы это прощаете. Эпилептоид там, к примеру, проноял какие-то такие логики, которые у них уходит все, понимаете, ну, в какое-то очень мирское, да. Если они даже своровали, это два варианта. Либо у него совсем не был денег, какая-то такая ситуация, и там можно простить. Либо он просто откровенно ворует, допустим, ну, тот же кофе, и делает на этом бизнес. Поэтому тут надо разделять, да. Но зачастую, конечно, если мы берем молодых сотрудников на работу, очень редко, что эпилептоид начнет делать из чего-то бизнес. Они вообще очень такие следуют правилам и подчиняются. Проноял, кстати, запросто, если интересно, мы поговорим об этом. Вот. А, соответственно, как бы здесь гипертим, он, понимаете, ну, практически вот 70%, что он будет так делать. Не кофе, так еще что-то. Но друзья всегда приобщаются. И вообще, нет друзей, значит, будут друзья из того круга, с которым он общается. Официантки, еще кто-то там, я не знаю, кто угодно. Даже посетители. И он им там как-то что-то будет, в общем, строить из себя хорошего парня. Поэтому тяжело, тяжело с гипертимами, как с сотрудниками. Не брал бы я вообще на работу гипертима, только если он не какой-то тамада, вот очень талантливый из них получаются. Вот эти вот слова забыл. Напишите мне в комментариях, как там эти называются на курортах люди, кто развлекает, да, других людей. Ну, короче, в общем-то, всякие вот такие ведущие, задорные и прочие. Надо понимать, что не актер, сложного текста он не запомнит. А вот садаптироваться к, соответственно, сложившейся ситуации, повеселиться так, да, всех повеселить, анекдот рассказать, по плечу похлопать, обняться. Вот это да. Дорогие друзья, в общем-то, вот все про гипертима, про его рабочий график, еще раз на примере врача. То есть это свободная очередь, да, это свободное количество людей, которые, ну, так скажем, у нас этого гипертима, как сказать, посещает. И, соответственно, бармены, кстати, очень часто гипертимы. Вот, и, соответственно, вот такой толпе он может, как бармен, там, допустим, ориентироваться. И ему комфортно, ему комфортно разрывать эти диалоги, что-то вот посмеялся, ему некомфортно глубокая концентрация внутрь диалога. Это надо понимать. То есть там, где какая-то сложная, специфическая тема задействована, там, где нужно глубоко, и вот следуя одной логической цепочке, да, одному звену, глубоко идти, и даже, может быть, человек уже будет уходить умственно, да, вот этого, так скажем, диалога или что-то не понимать, ты его возвращаешь, да, на этот диалог. Мы сейчас говорим о диабете, допустим, не о вашей собачке, а о диабете. Вот, а они, к сожалению, гипертимы так не умеют. Они, в свою очередь, переключаются, переключаются, и даже когда вот ко мне на прием приходит, такой человек бывает, очень сложно попытаться ему объяснить всю направленность нашу, да, диалога так, чтобы он, соответственно, не отвлекался на свои какие-то посторонние разговоры. Ну, ладно, все, я и так затянул видео, уже вот смотрю, 15 минут доходит. Дорогие друзья, я жду вас на своих консультациях онлайн, в первую очередь, да, также подписывайтесь на мой инстаграм, и да пребудет с вами здоровье!